Привет, вы на канале Боксинг ММА, обязательно досматривайте видос до самого конца. Прямо сейчас пишите в комментарии, как вы считаете, согласится ли Тайсон Фьюри на поединок за звание абсолютного чемпиона мира. Если да, то жду ваши прогнозы, пишите их в комменты, на каждый коммент отвечу, ну а мы начинаем. Фрэнк Уоррен подтвердил, что бой за звание абсолютного чемпиона мира может пройти в декабре. Сопромоутер Тайсона поделился своими мыслями относительно места проведения поединка за титул бесспорного чемпиона мира в супертяжелом весе. Функционер отрицает возможность проведения боя в Великобритании, а Ближний Восток рассматривает как оптимальный вариант. Это очень большой бой, мы сделаем все, чтобы он состоялся, но где он пройдет, будет определяться финансами. Мы будем смотреть, где мы сможем заработать наибольшее количество денег. Нет сомнений, что в Великобритании будет большой спрос, но я сомневаюсь, что мы сможем организовать его до начала следующего года. Нет смысла бронировать, к примеру, Миллениум Стадиум, который не может вместить столько же людей, как Уэмбли. Такой вариант не принесет много денег. Если бой проводить в Великобритании, то это должен быть Уэмбли, а чтобы забронировать эту арену, то организация поединка может затянуться до апреля или мая следующего года. Мы хотим все сделать раньше, пока нет обязательств перед организациями и не повлияли другие факторы. Если говорить о Ближнем Востоке, то это лучший вариант, потому что в декабре там не слишком жарко. К тому же там будет много людей, потому что время чемпионата мира по футболу, а также будет много фанатов из Великобритании, сказал Вовран. Друзья, но я вам хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Там я публикую свежие новости из мира бокса намного оперативнее, чем выкладываю видео. Подпишитесь, ссылочка на него находится как в описании, так и в закрепленном комментарии. Но и это еще не все. Каждый из вас, кто сегодня зарегистрируется по моей ссылке с промокодом BOXINGMMA, получит бонус 5000 просто за регистрацию. Бонус можно будет поставить на вашего фаворита, на Фьюри или же на Александра. Ну а все подробности, ссылка на бонус, а также мой промокод, также находятся в моем телеграм-канале. Вот почему вам прямо сейчас необходимо на него подписаться. Такие дела, народ. Ну а мы продолжаем. Фрэнк Уорренс, а промоутер Тайсона, также считает, что не возникнет проблем во время организации этого крупнейшего поединка. Думаю ли я, что мы сможем организовать бой? Да. Все команды и сам боец сразу после реванша с Джошуа сказали, что хотят этого. Я знаю, что Тайсон хочет этот бой. Мы с Бобом Арумом этого хотим. Это будет легко. Просто нужно заставить все работать в финансовом отношении. От обоих боксеров будут большие требования. И это правильно. Потому что это уникальное событие. Это самый крупный бой в супертяжелом весе со времен Мухаммеда Али и Джо Фрейзера. Это огромный бой, потому что оба парня непобедимы. И все титулы будут стоять на кону. У многих людей разделилось мнение относительно победителя. И это здорово. Сказал Фрэнк Уоррен. Вы не поверите, но также Фрэнк Уоррен рассказал, кого должен победить Антони Джошуа, чтобы заслужить бой с Тайсоном Фьюри. Функционер считает, что его подопечный все еще может согласиться на бой против Эйджея, несмотря на его два поражения подряд. Впрочем, Уоррен убежден, что для начала Джошуа необходимо реабилитироваться за серию из двух неудачных поединков. По мнению промоутера, сделать это он может в боях с двумя другими его подопечными. Дэниелом Дюбуа и Джо Джойсом. Это решать Тайсону. Хочет он драться с Джошуей или нет. Энтони должен заслужить искупление. Он возвращается после двух поражений. Двух значительных поражений. Как по мне, если он хочет заслужить искупление, то ему нужно драться либо с Дюбуа, или с Джо Джойсом. Сказал Фрэнк Уоррен. Вот такие вот новости на сегодня, друзья. Пишите в комменты, что вы обо всем этом думаете. Ну а с вами, как всегда, был канал Борксинг ММА. Если выпуск понравился, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok